С наступающим Новым Годом! Подпишись на канал и поставь свой лайк. Приятного просмотра! Вот, друзья, увидите, какая у нас скорость Wi-Fi с вот такой вот антенки нашей. Но с учетом того, что наш Wi-Fi роутер находится в соседней комнате. Давайте с вами припаяем вот такую вот Wi-Fi антенну к вот такому вот проводочку, то есть к нашей антенне, которая идет в комплекте с магнитовой. И посмотрим, насколько увеличится скорость. Поехали, друзья! А давайте перед началом с вами немножко разберемся, какие провода за что отвечают у нас вот в таком вот пине. Вот такой вот пин у нас идет стандартный с магнитовой. Один у нас из проводочков вот этот вот. Это у нас Bluetooth антенна, а это антенна Wi-Fi. Ну и этот провод, вот эта вот розочка, вот у нас вот камера заднего вида. Через вот этот вот проводочек у нас и поступает сигнал у нас Wi-Fi. Если вот этого вот кабеля у нас в комплекте нет, у нас сигнал Wi-Fi будет никудышный. Но увеличивают люди путем припаивания вот такой вот антенны. Антенна у нас стандартная, которая идет у нас, ну там, с роутерами и со всякой вот такой вот техникой. Вот эту вот часть мы сразу уберем. Здесь на конце провода будет такая стандартная присоединительная, такой вот пиночек. Отрезаем его и достаем, как вы видите, давайте я вам покажу. Вот центральную жилу, это у нас плюс, и оплетка, это у нас минус. Как, что, куда припаивать. Вот у нас наш провод, точнее пин, он у нас под буквой F. Смотрим. Десятый, это вот этот вот проводочек. Это у нас Bluetooth Wi-Fi антенна. Второй F2 это Bluetooth антенна. И вот эти два провода, это шестой и восьмой. Это вот они, шестой камера и восьмой тоже у нас камера. То есть мы можем минус взять с вот этого провода, с черного, а плюс припаять к этой антенне. Давайте с вами попробуем и проверим также скорость в этой же квартире, в этом же месте, не трогая магнитолу, не перенося ее, насколько изменится и увеличится наша скорость. Протестируем и сделаем какие-то выводы. Кто смотрит канал давно, тот в курсе, что паять я ни хрена не умею. Поэтому делаю, как получается. Вот мы с вами берем вот эту вот фишку, крайний вот этот вот проводочек. Я его оголил, так скажем. И минусовой провод, сейчас сфокусируется, я его взял тоже вот здесь вот подрезал. То есть мы возьмем оплетку нашу от вот этой вот антенны, припаяем вот сюда. А вот это вот плюс основной, припаяем к вот этой вот части. Посмотрим, что из этого выйдет. Примотаем там какими-то подручными средствами, чтобы не замыкало. И посмотрим на результат. Поехали! Если ты разбираешься в автомобилях и подбираешь автозапчасти себе сам и также своим близким, то тебе будет интересно предложение от компании YoSan. Теперь ты можешь открыть свой интернет-магазин и присоединиться к успеху компании, которая каждый год увеличивает свою прибыль. Ставая владельцем франшизы, ты получаешь огромную техническую поддержку 24 на 7, магазин в раскрученной торговой сети, программное обеспечение и, конечно же, прибыль. Все ссылочки для вашего старта в закрепленном комментарии или в описании к этому видео. YoSan – надежный бизнес, проверенный временем. Получилось у меня как-то сделать вот таким вот образом. И не надо писать, что у меня руки из жопы, это и понятно. И я вам заранее говорил, паять я не умею. Это видео просто, так сказать, показательное, чтобы для вас, профессионалу, было видно, как это работает и что это можно сделать и применять. Давайте подключать этот провод к магнитоле и проверять скорость. Как я вам хочу сейчас напомнить, скорость у нас была вот такая. Скорость загрузки и скорость выгрузки получается и загрузки с интернета. Делаем повторный тест уже с нашим вот таким вот проводочком. И вот такой вот антенкой, прямо примотанной, закрученной вот этому вот проводу. Ну что, друзья, вот мы проверяем уже, так скажем, теорию на практике. Подключили нашу Wi-Fi антенну. По данным, которые показывает там магнитола, сила сигнала у нас осталась приблизительно такая. То есть до полного деления у нас не доходит. Нажимаем начать и проверяем нашу скорость и силу сигнала. Но сила сигнала, видите, она не меняется. А скорость мы сейчас с вами увидим. Там 13,2 мегабита в секунду было максимум. Теперь встава 15,9 мегабита в секунду. Что на это влияет? Конечно же, наша антенна, то, что опять провод удлинен, это, можно сказать, как минимум, что влияет на скорость сигнала. Давайте с вами проведем повторный тест. И посмотрим уже точно, насколько это правда или не правда. Давайте проведем с вами повторный тест. Нажимаем повторить. Ну, друзья, как мы видим, скорость стала приблизительно 19 мегабит в секунду на скачивание. На загрузке стало 21 мегабит. Что из этого следует, друзья? Давайте закроем, чтобы у нас не выскакивала вся реклама. Что из этого следует? То есть вот такой вот провод. Сейчас вам покажу. Вот так вот он у нас тут сделан. Все это криво-коряво, но вы сделаете, конечно же, лучше. Потом можно проводочек пропустить вовнутрь. И вот этими вот гаечками закрепить. Сейчас я вам примерно это покажу. Через вот это вот отверстие гайками закрепить. И у нас здесь будет вот такая вот наша антенна. Как хотите, ее отрегулируйте. И будет наша скорость увеличена. Ну, не в разы, но на какой-то такой маленький, так скажем, процентик. Друзья, пользуйтесь, пишите-ка свои комментарии. Вас с наступающим Новым Годом. Подписывайтесь на канал. И пока. Спасибо за просмотр. Ты мой самый дорогой подписчик. Удачи и любви тебе в Новом Году.